Сегодня в СМИ появилась информация о том, что АвтоВАЗ снимает с производства Ладу Приору. При этом официального сообщения об этом решении завода не поступало. Эксперты предположили, что ВАЗ решил тихонько списать Приору под презентацию новой Лады Веста. В ответ руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский заявил, что по состоянию на сентябрь 2015 года производство Приоры выполнило свой месячный план. Персонал, занятый на сборочной линии, занимается мероприятиями по обучению, обслуживанию технического оборудования и улучшению рабочих мест. В общем, как всегда, навели тень на плетень. Реальные располагаемые доходы россиян в августе уменьшились на 4,9% по сравнению с августом 2014 года. Таковы данные Росстата. В целом, за январь-август доходы населения в реальном выражении сократились на 3,1%. Средняя номинальная зарплата в августе, по предварительным данным Росстата, составила 31 900 рублей, и, как ни странно, по сравнению с августом 2014 года, она повысилась на 4,4%. В то же время, в реальном выражении средняя зарплата упала в августе в годовом исчислении на 9,8%, а в целом за 8 месяцев она снизилась на 9%. Крым обещает снизить цены в следующем сезоне. В регионе налаживается логистика. Решена проблема с пресной водой, недостаток которой полуостров отмечал в прошлом году. Сообщается, что за решение актуальной проблемы сервиса и его низкого уровня тоже взялись. В межсезонье этого года будет организована целая серия семинаров и школ, направленных на обучение специалистов, работающих в гостиничном бизнесе и других сферах обслуживания туристов. Курс доллара на 24 сентября 66,04 рубля, курс евро 73,53 рубля, золото стоит 2387 рублей за грамм, серебро стоит 31 рубль 42 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent 49 долларов 47 центов за баррель. А теперь время спорта и я передаю слово Сергею Кизоркину.